ШМТ Да, Ваня, именно, да. Собственно, доклад мой посвящен такому достаточно интересному паттерну, как модель акторов и использование его в рубле. Вообще, изначально предполагалось сравнить несколько реализаций, но сравнение нескольких реализаций сожрало у меня времени больше, чем я предполагал, сейчас я в отрицательном плане по времени, поэтому некоторые части доклада мы будем вместе с вами дописывать прямо в ход. Итак, по поводу модели акторов. Вообще, актор — это, по сути, математическая абстракция. Математическая абстракция какого рода? Это независимый, грубо говоря, работник, который может принимать сообщения, реагировать на эти сообщения, и отправлять какие-нибудь другие сообщения, либо по списку получателей, которые были известны ему заранее, либо по тем, которые он вычислил в ходе своей работы, либо не отправлять ничего, просто делать свою работу. Создано это было в 1973 году. То есть, как все у нас в разработке происходит, хорошие умные математические модели появились давно, используете их начали в основном сейчас. Подход изначально заключается в том, что вот как в объектно-ориентированной модели, все вокруг объект, а в модели акторов — все вокруг актора. Да, о сообщениях я уже говорил. И модель может создавать, порождать актора и сам. Я, собственно, это покажу. И в силу своей архитектуры очень хорошо подходит под закон Мура. Ну, все же помнят, что такое закон Мура. Надеюсь, что два эгои-ориентированных? Почти. Фактически. Ну, соответственно, из-за того, что актор — это на самом деле куча небольших процессоров, он очень легко параллелится на многоядерных процессах. А сейчас, поскольку рост тактовых частот уже прекращается, но зато увеличивается количество ядер, будущее за параллельностью вычислений. Итак, какие в Ruby есть имплементейшны? Это plain implementation. Это, грубо говоря, свой наколхоженный велосипед на трейдах, мьютексах, созданных из ада и боли. Причем, насколько это создано из-за этой роли, я понял буквально в ближайшие 15 минут назад, когда пытался починить уже неработающую имплементацию. Следующее. Был такой фреймлэр для работы с акторами в Ruby под названием «Лев Актор». Он старый, потрепанный, и, собственно, его автор буквально 4 месяца назад написал, что он «депликейтед». В пользу следующего. Целлулоид. Ну, с целлулоидом, я так понимаю, некоторые из вас знакомы. Кто вообще знаком с целлулоидом? Ой, это гораздо лучше, чем я ожидал. Значит, вы мне будете помогать. Я на вас рассчитываю. Вы все с ним знакомы, потому что он используется под капотом сайтика. Абсолютно верно. И, учитывая то, что у Ruby есть уйма реализаций, в частности, у J-Ruby, у нас появляется возможность использовать посредством J-Ruby такую штуку, как ААПК. Скалопрограммисты в зале есть? Ой, спасибо, мне не... А, мне... Выйди, пожалуйста, я не хочу, чтобы ты краснел. А ты будешь краснел. Нет, за меня. Так она как Java реализация? ААКа как Java реализация? ААКа, да. Но АКа изначально написана на Скалу все-таки. там все тоже через это, через Java интерфейс. Через это. Так. Сейчас у нас начнется первое интересное. Первое интересное... Это то, как выглядит... Так. Код заметен? Нет. Чуть-чуть больше. Сейчас я сделаю красиво. Подождите. Нормально сделал kann я не держал. Не-не-не. Котор 146 Ай Кор口 фон Oder она Или если я сейчас в парке Акадination См esc Смилин Класс Класс Нет, выберя Так, ладно. Хватит. А, подожди, я в очках. Начнем сначала. Теперь мы начнем это все дело сначала. В общем, задача, которую я хочу реализовать прямо сейчас, это будет подсчет количества слов в большом текстовом документе. Большой текстовый документ это 5,4 мегабайта, это все сонеты Шекспира. Меня интересует, какое слово встречается чаще всего. Спойлерить не буду, результаты мои увидят. Итак, какова будет схема работы? Изначально мы можем, конечно, подсчитать это напрямую. Просто прочитав весь файл как строку и загнав его в этот спа. Загнав его в какой-нибудь ужас, подсчитывающий нам... А, нет, нет слова. Подсчитывающий нам количество слов и возвращающий в виде хэша. Чуточку контуруем. Контроль плюс нажмем. Достаточно? Отлично. Значит, начнем писать самую красную имплементацию. Чуточку контуруем. Ой! Спасибо, ребята. По-моему, надо больше спать. Больше пить. А что, сразу снимаю? Память? Кстати, могу объяснить, что такое вордкаун, который я использую. Это очень простой класс, который из строки делает хэш, разбивая ее по... Ну, это, конечно, тяжелое. А groupby. А? А, зачем? Уже. Уже. Итак, у нас тут будет... Так, учитывая то, что у меня сразу job. Да, это GRUB. А, почему? Мне... Мне просто иногда проще работать с этим... Господи, мне иногда проще работать с GRUB, потому что я работаю с ним постоянно. Так, эээ... Вернись, можешь? А... Ну, все. Таня. Может, вы так? Зачем? Я же предупреждал, что будет live coding session. Так... Ставь звездочку, сразу держи со системами. Да нет, мне только свистами нужен, собственно. Слушайте, у меня вышка куда-то пропала. Купи себе нормальный компьютер! Задари мне вам! Так, сразу замеряем, сколько это у нас будет выполняться. На Jai? А какая разница? Мы можем выполнить это в Plane Ruby. Соответственно, тут будет тайм-наут. Результат-то будет один и тот же, разве что нажали, медленнее инициализируется. Может, Руби есть? Ну, если кто-то готов переписать на Хаскеле, давайте попробуем. Так... Кто-то на Хаскеле сейчас... Ну, если кто-то готов переписать на Хаскеле, давайте попробуем. Так... Репартер-эптер. Это будет долго, поэтому я пока съем печеньку, но на самом деле я думаю, что 7 секунд. Хорошо, теперь давайте представим себе, каким образом будет выглядеть архитектура, если мы сделаем это все на актерах. Поскольку одна из главных особенностей актеров то, что информация внутри них изолирована, то мы, соответственно, не будем передавать актеру, который у нас будет считать. Количество слов мы не будем передавать полный файл. Для того, чтобы его распределить, мы файл разобьем на части и запустим несколько воркеров. Воркеров имеет смысл в случае использования актера запускать по количеству ядер, потому что джава использует нативные треды и, соответственно, большее количество, чем количество ядер будет просто неэффективным. Прироста эффективности никакого. Прироста эффективности не будет. Да, прироста эффективности не будет. Скорее, это будет даже замедление. А теперь, чтобы не мучить вас долго, буду показывать, что уже, собственно, есть. Итак, я взял версию акки 2.2.4, рассчитанную на скалу 2.10. Более новую версию акки вам под J.Ruby завести не удастся. Почему? Потому что акка, начиная с версии 2.3, использует для инициализации актера в генерике. Генерике в рентайме... Генерике это информация о типах. Дик, поправь меня, пожалуйста, если я не прав. Нормально. Спасибо, благословляю. И, собственно, в рентайме она не хранится. Соответственно, из J.Ruby передать мы ее тоже не можем. Заканчивается это все тем, что городятся куча обходных путей, костылей и манки-патчинг прямо с кала-кода. Да, все ужасно. Поэтому, к сожалению, мы приморожены к версии 2.2.4, которая последняя из тех, которая сохраняет совместимость еще с J.Ruby. Итак, что у нас здесь происходит? У нас инициализируется система акторов. Система акторов создает, точнее, в системе акторов, которая из себя вообще представляет ширину для передачи сообщений между акторами, ну и, собственно, сущность, которую акторы запускают. Он у нас создает мастер-воркер, который будет управлять у нас всеми остальными. Вот есть небольшая фабрика. Опять же, Java-программисты знают. Тут у нас небольшие простые параметры в стиле количество воркеров. И запускается инициализация воркера. Мастер-воркер, вот этот, на который мы сейчас работаем, по сути, это диспетчер. Диспетчер для воркеров, которые будут делать непосредственно работу. Он использует маршрутизатор, который будет распределять задачу между акторами по очереди, ну, то есть, просто по кругу. В акке есть и другие виды диспетчера, но сейчас мы для простоты этого использовать не будем. Зачем ты его вообще используешь? Можно дефолтно использовать, но мне нужно было проверить, насколько реально использовать акку в J-Ruby во всей полноте. А зачем 8 воркеров, а не 7? Все просто у меня 8 ядер. А у тебя еще один воркер спускается, а не воркера? Ну, можно поправить на 7, но я думаю... Кстати, на самом деле, я просто не учел, что есть еще основной играет. Так он на тебя висит, на тебя припроколы. Ну да. Ради интересного, нужно на 5-2 раз. Сейчас пробуем. Итак, при старте он бьет файл на чанки. На чанки попят суток срок. Там в общей сложности получается 289 в чанках. И, собственно, подает на роутер на вход чанк. Роутер отправляет это в следующую по очереди воркер. По сути, мы погружаем задачу в пул. И еще этот... Так, что происходит дальше? Это попадает в воркер. Собственно, непосредственно воркер, который делает за нас всю черную работу. Он вычисляет количество повторов того или иного слова в том куске работы, который он получил на вход. И отправляет результат в мастер-воркер. Что происходит дальше? Мастер-воркер, получая результат, он проходит по вот этому хэшу, который получил в результате. И записывается в результирующий хэш. Причем, если там уже есть такое значение, то он приплюсовывает. И мы отслеживаем количество результата до тех пор, пока оно не достигнет количества чанков. Потом выводим результат. Топ-10 слов, использующихся в текстах Шекспира. И тушим систему. Так. Запускаем. Джин-луби всегда медленно не цилизируется. Итак, вот наши результаты. В общем, сэкономили мы одну секунду. Кстати, интересно, сейчас попробуем 7-воркеров. Хотя, вроде, главное, действительно в слипе должен быть. Миш, у тебя там есть одна проблема. Да. С мастер-воркером. Какая? Потому что в Аке акторы, они, то есть, их использование является, то есть, внутрь воркера одновременно может зайти только один поток. И поэтому у тебя, получается, пример вот этих вот значений кэшей, у тебя там простой, у тебя там лок ставится. Вот, то есть, у тебя каждый под... Ты вот здесь имеешь в виду. Да, 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 вот здесь вот именно, здесь у тебя вот. Ну, да. И он организуется Ак, это потому что... Ну, внутренний не реактор, но... Ну, конечно, чтобы не порушить данные внутри, собственно, самого воркера. Да, да, это можно переписать по учебности в фьючерах. Ну, да. Вот, 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 что ты написал, называется, в мире Аки, это называется скатер-безерный паттерн, когда у тебя растворировалось, то есть, если с какой-то нести, то у тебя схождение слегка не так сделано. Да, я знаю, что схождение сделано не там, но, к сожалению, на фьючерах я переписать это просто не успел. Нет, так, фьючеры Аки, они лочатся, они одноподобные, ты не сможешь этого сделать, там они не ожидаются. Хорошо, сможем ли мы вживую сейчас быстро переписать это на парень? Нет, нет, нет. Так мы ходим с результатами Аду-то создали? Ну, фактически. Окей. А вот... Семь воркеров. Семь воркеров. Да, семь воркеров, спасибо. Я вылетел просто из контекста. Я не уверен, что я сохранил. Нет, все-таки сохранил. Но, по-моему, на семи результат будет не лучше. Все, не знаю. Опа. Нет, ну если еще раз выпустить. Ну, это придется от погрешности. Да, это придется от погрешности. Я думаю, что на самом деле результат будет не лучше. А если продвинуть воркеры? Можно, конечно, слипфудкнуть и быть уверенным. Нет, все-таки получается немного лучше. Действительно, и даже понятно в чем дело. Мастер-то воркер у нас тоже продолжает работать и поток занимает. Да, но у тебя поток запустивший систему воркеров, он ждет в ожидании. Тоже правда? Ладно, давайте поедем дальше. КОНЕЦ Спасибо. Я могу, кстати, может оказаться, что я использую целого и неправильно, поэтому, господа, и те, кто имеет с ним непосредственный опыт, пожалуйста, поправляйте меня по ходу. Что я планирую сделать? Я разбиваю файл на 8 частей. И... Да, нет, остался один отец. Класс. Переперечес equalоляция, не принципиально. У меня так проще. Вот да, я собственно на это и уповаю. Но в принципе да, можно указать размер. С твоей стороны я просто загружаю в него 8 кусков, поэтому... Так... Кому? У нас первый раз, знаешь? Так, немножечко еще... И? Там, наверное, надо делать. Там, наверное, надо делать. Сейчас я убежусь, что это работает. Ну да, InGroups. Чтобы не подключать ActiveSupport, я, пожалуй, просто сопру оттуда метод. Все нормально, это мид. Это мид. Так можно. Я знаю. Ты так быстро это... А какая-то... Джину беспортится. Он тренировал. Да, у меня в буфере висел. Так, целый год выжил, отписался. Так, сам что ты сказал, что тебе 8 менеджер. Всего лишь 4 сказал. А... Почему запустилось 5 акторов? Ну, 1 менеджер, 4, я пронюю. Опа! Так... Купи себе нормальный компьютер. 4 стерва. Ну, попробуй... На 3 форкера. Попробуй, 4 поставлю, 8 поставлю. Он все равно один заритернирует под пулы и... 8 менеджер. Так... А ты можешь терять жалов на это количество? Нет, это используется всегда. Ну, можно, на самом деле. Но... А... Такой вопрос. Будет считается, количество совпадений для каждого участка. А сейчас мы делим, допустим, на 8 частей. Нам получается, популярное слово, считать именно для Чанка, А... Не-не... Здесь пока просчитывается просто количество. А, просто количество. Да. После этого, собственно, проходя... В принципе, пройдя по каждому участку, можно присуммировать их в результирующий кэш и отсортировать уже его. То есть, на самом деле, выглядит как-то так. Так... Я слишком слабо сейчас соображаю. А, да. Ну да, инжектор можно было бы засунуть. Так... Так... Ой... А зачем, если можно делать здесь? Не знаю. Ну... Ну... Да ничего страшного. Я прекрасно представляю, какого качества этот код, создающийся прямо вот сейчас на ходу. Ну нормально. А потом... Там же Джался. Мы-то не... Ахахахха... Ты я, страшно... с скажите по идее вроде бы все правильно да а ты можешь кстати знаешь что сделать кэш в кодоплот 0 и сразу плюсовое а да можно можно без ключей не 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 просто присвоить открыть закрыть вот да и в таком случае нам просто присвоить да условие исчезает нафиг так вот с сор бай с минусом да на всем удивительно но особенности реализации с вот я тестировал это во время баняного доклада и экономия получилась почти в секунду с в с в в с так должно сработать не не сор бай в с в с 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 Злые вы! Чтобы никто не догадался. На самом деле я просто хочу получить результат в циферках. Я его не вывел. Нет. Стоп. Не вывел. Не в конце, а за тем, чтобы это время на вывод не попало. 8 секунд. Актер все-таки получается производитель. Нет. Выбежал не мультик. Ну, потому что... Правильно. Ну, целый вывод все-таки реализован на чистом рубе. А если на рубе запустить чистом рубе? На Амараке? Ну да. Сейчас. Не, но там же в жилу привезли. Там все равно будет все в одном потоке выполнять. Есть. Есть. Ой. А поноверие есть? Есть. Я просто люблю лунскую. А убери, наверное, там джаву. Нормально. Потому что когда нужно сделать быстро, я использую. А? Бандл, наверное. Бандл, да. Расскажи мне. Вась, большим удовольствием. Миша, у тебя там в коде остался связи с джавой. С джавой? Да. В связи с джавой. Порочный. В связи с джавой не влечет. И... Так, минутку. Сейчас я... Давай попробую запустить, потом уже связи не станет. Ну, я думал, что так связи с джавой нигде нет. Да нет. Да нет, абсолютно. Тут все красиво. Давай. Так. Я думаю, на Эмиранте будет еще медленнее. Задумал. Ну, ты... Что ты сможешь с джавой? Не, не, подожди. Ну, дай ему шанс. Откачать. 27 А до четырёх пол пробовать Сделал Правда сделал я это всегда на мониторе Но я не думаю, что... Он написал слик У него есть права Банна Специально для тех, кто не верит Мы можем сократить, но это вряд ли сократить время работы Но просто Всё равно будет последовательно обрабатывать биски Чтение файлов памяти занимает Вот уже Кстати, а почему мы берем время Чтение файлов? А вот тут Кстати, это истинная правда Да А ты SSD? Нет На майке было бы быстрее Смотри Это что-то отверстие 26 Целую секунду Ну а теперь А теперь, на самом деле Чтобы не огратить вот эти колхозные костыли с импортом А Это гем под названием Минька. Человек, который его разработал, сделал все обертки уже за вас. Все задачи, которые выполняет этот гем, это прослойка между джеймами.